Евро-доллар, что у нас по евро-доллару. Топтался у нижней границы, топтался достаточно неплохо и накапливал объемы. Если помните, на прошлой неделе мы закладывали, так сказать, некое движение до, соответственно, вот этой нижней границы. Так оно, по-прочем, еще и произошло. Немножко посидели, не смогли закрепиться ниже и на новостях попытались пробить верхний диапазон. Сейчас ушли, соответственно, наверх. Начинается опять фаза, соответственно, движения и рынок потихоньку-потихоньку начинает стрелять и уходить в движение вверх. Мы видим, что пробили, соответственно, вот эту верхнюю границу. По идее, здесь должен быть какой-нибудь отскок, откат, если хотите, от этого, соответственно, достаточно мощного уровня. Давайте мы еще раз посмотрим. Олег спрашивал по поводу объема. Вот здесь объем, смотри, здесь объем, Олег. Он увеличен. Вот у нас есть уровень и мы видим, что у нас, соответственно, появляется объем. Вот он, появляется увеличение объема. Так и должно быть. Это хороший признак. То есть плохо, когда объема нет. Объем должен быть. Это очень хороший признак. Но это не означает, что рынок вот сейчас 100% пробил, нам стоит покупать. Нет. Так торгуют только дураки. Так делать не нужно, потому что нам нужно дождаться, в первую очередь, отката. И уже на откате заходить, соответственно, в позицию. По-другому здесь торговать невозможно, потому что большая вероятность, что если вы сейчас будете покупать, так сказать, не глядя, рынок начнет уходить в откат куда-нибудь ниже, выбит вас по стопам, а потом развернется и пойдет, соответственно, в движение. Я думаю, это знакомая история. Поэтому что я здесь, собственно говоря, ожидаю? Здесь можно ожидать некого откатного движения. Этот откат может произойти примерно вот в эту область. Я говорю примерно, потому что, если вы обратите внимание, ситуация здесь такая, достаточно, ну, в общем, опасная. Опасная она связана с тем, что у нас здесь увеличена волатильность. У нас и здесь есть покупатели. Вот где я поставил. У нас покупатели также есть и вот здесь. Вот они. Вот тут могут находиться покупатели. Вот здесь. Потому что этот максимум достаточно заметен. У нас покупатели также могут найтись вот здесь, в корне этого импульса. Где здесь конкретно появится такой мощный покупатель, чтобы развернуть рынок, надо будет уже, соответственно, смотреть по, так сказать, по ситуации. Ясно то, что сейчас, если вы находитесь в покупках, здесь я бы прикрыл часть своей позиции. Потому что мы уже, соответственно, расширились. Рынок уже достаточно сильно расширился. Понятно, что такая лафа долго не будет продолжаться. И рынок сейчас начнет уходить в откат. Но, еще раз обратим внимание с вами на глобальную повестку. Мы видим, что рынок у нас, это дневки я вам сейчас показываю, рынок у нас рванул очень мощный. И мы видим, что сейчас он у нас толком не останавливается. По этой причине. Если вы поймали откат, в этом откате можно немножко купить на продолжение. Но, знайте, что это продолжение может быть небольшим. Потому что у меня есть некие сомнения касаемо вот этого максимума, который здесь нарисовался. Вот этого максимума. И по этой причине здесь на максимуме рынок может потихоньку либо разворачиваться, либо, соответственно, дойдет до него. Но может нарисовать подобный момент. Однако пробой тоже вероятен. То есть, что я имею ввиду? В идеале, в идеале дождаться движения вниз и на этом движении вниз купить. То есть, примерно вот такой сценарий. Это идеально. Идеально до зеленого уровня. И здесь уже надо будет делать анализ, смотреть, что рынок, соответственно, будет делать. Потому что пока еще непонятно, что здесь происходит. Большая вероятность глубокого коррекционного отката и дальнейшего слива вниз. Потому что, еще раз говорю, у нас здесь глобальная картина такая достаточно опасная. Перейдем, наверное, теперь к фунту. Если говорить о фунте, здесь примерно то же самое, коллеги. Но здесь мы видим, что у нас произошел пробой. Единственный момент, что меня смущает, это, опять-таки, очень резкий всплеск, очень резкое движение. И здесь, конечно, требуется достаточно мощный откат. Что мы, в принципе, ожидаем, например, по евро, по фунту, мы тоже можем ожидать этого, собственно говоря, отката. Следующий момент, на что хотелось бы здесь обратить внимание, это, конечно же, на цели. Давайте мы найдем цель, до которой мы можем ориентироваться. И видим, что здесь ближайшая цель находится на уровне 1.34868. То есть, это вот примерно цель. Вот здесь у нас. 34.850. Вот здесь. А промежуточная цель у нас может быть на 34.131. Единственный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Если рынок начнет очень сильно падать, а такая вероятность у нас возможна, в силу того, что может начаться коррекция, эта коррекция у нас, так скажем, немного усугубится. Мы можем очень сильно пролиться вниз. По этой причине здесь точно так же, как на евро, ждем коррекции. Она может произойти здесь примерно в диапазон 1.32.389. И на этом, соответственно, на этой коррекции мы уже попытаемся поймать данный инструмент, попытаемся увидеть сужение, хвосты, объем и, в принципе, будем заходить. Возросшая волатильность, она связана с тем, что мы сейчас пробили уровень коронавирусного падения. И это обусловлено, конечно же, тем, что сейчас люди, которые продают, соответственно, от данного уровня, они сейчас выходят по стопам и фиксируют свои небольшие убытки. Пока в рынках есть их топливо, в принципе, можем и дальше расти. Это что касаемо фунта. Канадец четко пошел по нашему сценарию. У нас на часовике вроде бы начинается ускорение. Ускорение это движение. Ускорение это очень дурной признак, потому что ускорение обычно заканчивается, собственно говоря, разворотом. Но пока еще, вот как говорить о том, что рынок у нас упадет и развернется, я бы, если честно, не стал. Мы видим, что рынок у нас находится сейчас в такой, опять-таки, фазе достаточно хорошего движения вниз. Рынок достаточно неплохо пошел по нашему сценарию, дошел до наших целей. Давайте мы посмотрим, что у нас тут дальше. Мы немного не дошли до уровня 1.303.70. Буквально несколько пунктов. Это нормально. То есть, если бы вы торговали этот инструмент в онлайне, я более чем уверен, что вы бы вышли раньше. Мне очень хочется посмотреть, что там еще находится ниже. То есть, до каких целей мы можем еще упасть, ну, чтобы как-то, так сказать, предвидеть. Да, мы дошли до очень мощного уровня. Этот мощный уровень находится в диапазоне 1.30370. Это очень мощный уровень. И мы сейчас не можем его сразу пробить. Но, тем не менее, очевидно, что у нас в рынках до сих пор хранится сила, соответственно, продавцов. Продавцы у нас достаточно мощные сейчас. Отпрыгнул достаточно хорошо. На объемах отпрыгнул. И сейчас формирует ступеньку. Это очень дурной признак, коллеги. Опять-таки, вчера с учениками сидели. Я говорил о том, что когда рынок рисует вот такую ступеньку, обычно он разворачивается через такой V-образный разворот. Поэтому здесь, тем не менее, у нас тут долгосрочно, у нас есть еще силы на движение вниз. Объем у нас не сильно повышается. Вот у нас вроде бы всплеск объемов вот здесь. И здесь, по идее, должен остановиться был рынок. Потому что после всплеска объема рынок всегда обычно останавливается. Он здесь не остановился. Он, наоборот, продолжит движение. Опять-таки, давайте посмотрим, как двигается канадец. Вот он вырастает. Всплеск объема. Он разворачивается. Он всегда так делает. Ну, не только канадец. Это многие рынки, собственно говоря, делают. Или вот здесь, например, рынок идет вниз. Всплеск объема. И он происходит некоторый разворот. Или здесь есть движение вниз. Всплеск объема. Рынок разворачивается. Сейчас тоже произошел всплеск объема. Но обратите внимание, что рынок не развернулся. Он, наоборот, сейчас, так можно сказать, немножко сжался, откатил. И, да, несмотря на то, что у нас, соответственно, происходит такая ситуация, связанная с некоторым локальным разворотом, все-таки у нас есть еще порох-пороха в низах, чтобы дойти до диапазона 1.30-370. Посему что можно, собственно говоря, заложить в данном инструменте. Мы все-таки ожидаем, что у нас продавцы, которые находятся в рынках, они потихонечку-потихонечку появятся, соответственно, в позициях и появятся на рынке. Они потихоньку будут вливать, соответственно, свои капиталы, чтобы дальше двинуться вниз. Пока что они, в любом случае, пока что они еще доминируют. Вот у нас была попытка быков сопротивляться. Вот у нас попытка движения вверх. Мы видим, что здесь есть увеличение объема. И видим, что на этом увеличении объема появляются хвосты. Рынок не уверенно идет наверх. Он больше, знаете, так потихоньку-потихоньку, собственно говоря, замедляется, разворачивается. Появляются здесь хвосты рынка потихоньку, собственно говоря, ну, как-то топчется, так сказать, у данного диапазона. Посему здесь можно, знаете, что посоветовать вам. Вот в случае, если вы увидите, что рынок, например, например, как бы я торговал данный инструмент. Как бы его можно было, например, взять. Его можно было взять, например, от существующих уровней, если рынок начнет топтаться, нарисуют шпильки, например. Либо будет уходить в узкий коридор какой-нибудь и резко прольется вниз. Вот если он так сделает, можно будет продать. Но учтите, здесь продажи достаточно локальные. То есть они до диапазона 1.303.70. И чуть-чуть ниже до 1.29.739. То есть не дальше, не дальше, коллеги. Потому что запасы уже, соответственно, потихонечку истощаются в рынке. В случае, если вы увидите пробой 1.31.245, все шансы есть для дальнейшего движения вверх к 1.32.294. Тогда мы зависим в этом флете. И тут нужно будет делать новый анализ. Да, сегодня на неделе по канадцу у нас такой противоречивый анализ. Он сформирован тем, что сейчас вот я не уверен, что мы, соответственно, можем еще развернуться здесь. Несмотря на объемы, несмотря на то, что вроде бы у нас тут и шпилька нарисовалась на 4 часах, я не уверен, что мы сейчас сможем вот так бац и развернуться. Скорее, это больше такой агрессивный, но тем не менее, откат. Единственный момент меня смущает вот этот вот резкий отскок. Резкий отскок, который никак не реализовался. Потому что если мы предполагаем, понимаете, Гверти, если мы предполагаем, что здесь у нас мощные покупатели, тогда бы мы должны были пробить вот этот вот, соответственно, лой. Тогда покупатели должны были двинуться выше диапазона 1.31.245. Потому что здесь достаточно мощный уровень, понимаете? Но здесь у нас кто-то выставляет, соответственно, заявки на продажу. Это и понятно, потому что здесь локально-то цена дорогая. Они выставляют заявки на продажу. Их настолько много, что рынок реагирует шпильками и разворотом. Поэтому здесь, конечно, и доминирует предложение. И поэтому я говорю о том, что в рынках у нас с большой вероятностью мы дальше продолжим движение вниз. Но это движение будет, соответственно, недолгое. Вот в чем дело. Австралиец. Что у нас по кенгуру? Планировали движение во флете. Это движение в какой-то мере произошло. Но, наконец-то, мы пробили этот флет чертов. Очень не хотелось бы в нем зависнуть. Тем не менее, недельку мы, так сказать, немножко в нем потоптались пару дней. Пробили. Если помните, я тогда говорил о том, что если увидите пробой диапазона, соответственно, входите на откате и так далее. Надеюсь, вы это, собственно говоря, сделали, на это сообразили. Хотя вряд ли. Я думаю, что вы тут не сообразили, потому что здесь резкий всплеск объема, резкое движение вверх и резкий взлет. Если вы сейчас не успели, соответственно, купить, по моим, так сказать, рекомендациям, то здесь сейчас покупать не имеет ни малейшего смысла, потому что рынок уже стрянул. Все. Комедия окончена. Все. Нам нужно дождаться теперь коррекции. После коррекции покупать. На дневках мы выставили уровень, если помните, 0.74201. Это был мощный диапазон, до которого я еще говорил, или не здесь. В общем, в любом случае, здесь вот этот диапазон 0.74201. Мы можем до него, соответственно, дойти. И тут нужно будет смотреть, что рынок будет делать. Потому что с большой вероятностью рынок начнет от него отскакивать. Поэтому после некоторого отката вниз, давайте я здесь поставлю уровень 0.74201. 0.74201. Примерно где-то вот сюда. Вот сюда мы поставим. А после отката, который хотя бы в половинку подождите этот откат, тогда можете заходить в покупки по австралийцу. А так постарайтесь все-таки ничего не делать по австралийцу. Я на австралийце, наверное, сейчас напишу, не то чтобы знак вопроса, тактика ожидания напишу. Ожидаем, ожидаем. Потому что не ясно, что еще будет делать рынок. Тут резкий прострел. Ждем, как это будет реализаться. Хотите залететь в покупки? Ради бога. Залетайте, но через откат. Вот у нас эта иена. Но здесь есть такой момент. Мы помимо этого еще ожидали здесь небольшое, соответственно, вот иена вверху. Движение вниз с возможностью ухода в такое, собственно говоря, в пилу. Что здесь и произошло. Вначале образовалась пила, если можно это назвать пилой. И произошел пролив, соответственно, вниз. Мы видим, что мы сейчас подошли к тем целям, которые мы наметили. Диапазон 105-422. Видим, что движение у нас очень мощное. Вот здесь вот слева мы видим дневку наверху. Видим, что под дневки мы дошли до самых-самых, соответственно, минимумов, которые здесь предусмотрены, хотел сказать. Которые здесь есть. Пролив достаточно мощный. Скорее всего, новостной. Важно убедиться, что этот пролив действительно пошел. Что вот эти объемы, которые здесь нафаршировались, что они действительно здесь, соответственно, будут у нас, так сказать, доминировать. Здесь есть все шансы сейчас начала отката. Здесь не нужно быть великим аналитиком, чтобы это понять. А после того, как рынок немножко отрастет, можем даже, в принципе, планировать небольшие, соответственно, продажи. Одну минуту. Я сейчас еще посмотрю. Четыре часа мне хочется посмотреть, потому что ситуация такая. Да, смотрите, на четырех часах у нас здесь такая флетовая область. Она достаточно большая. Вот нижняя граница данного флета. Вот верхняя граница данного флета. И мы видим, что рынок у нас с верхней границы, ну, то есть, с наших, так сказать, целей ушел резко вниз. Что здесь можно ожидать? Несколько сценариев. Я их сейчас два нарисую. Сценария. Понятное дело, что это как в том анекдоте. Куда может пойти биткоин? У биткоина всегда только три сценария. Вверх, вниз и вбок. Вот здесь примерно будет то же самое. Эта ситуация обусловлена тем, что мы сейчас подошли к низу, соответственно, этого флета. В случае, если вы найдете, не найдете, а если вы увидите, что рынок у вас резко отскочил наверх, то есть, вот сюда, и сформировал что-то наподобие ступеньки, то есть, он резко прыгнул наверх и образовал ступеньку, не привязываясь к уровням, не привязываясь к каким-то другим таким, так сказать, явлениям, можете искать покупки. Но не вслепую, понятное дело. То есть, в идеале дождаться вот такого движения. Рынок пошел здесь в откат и начал потихоньку вырастать. Все, здесь заходим в покупки и покупаем до, соответственно, диапазона 106.370. В случае пробоя держим дальше до 106.968. В случае, если проливаемся вниз, прокатываемся вниз, тогда валимся очень сильно вниз до ближайшего лоя. 104.250. Но, имейте в виду, что при больших равных все-таки инструмент у нас начнет двигаться вниз. Потому что сейчас его выкупают, выкупают достаточно мощно. У нас в рынках очень много объемов. И мы видим, что у нас в рынке появились, соответственно, инициативные продажи. По этой причине сейчас людей, которые выкупают данный инструмент, их начнут сейчас, их вначале выкупят, а потом на их же стопах, помяните мое слово, поведут рынок вниз к 104.280. Это обусловлено именно тем, что рынок резко упал вниз. Вначале он заманил, вот раз он заманил покупателей. Сейчас он второй раз будет заманивать покупателей. Поэтому будьте здесь осторожны, соответственно, с покупками. Очень-очень осторожны. С большой вероятностью рынок все-таки пробьет нижнюю границу. Придерживайтесь того сценария, который я вам сказал, если хотите сократить риск. Если хотите этот риск увеличивать, продать можно сейчас, после небольшого отката. Продавайте тогда, если хотите пощутить с риском. Потому что вероятность пробоя очень-очень высока. Мы также видим, что у нас появляется очень много объема. Если мы предполагаем, что в рынке у нас доминируют сейчас покупатели, и что у нас, соответственно, покупатели смогут удержать данный диапазон, тогда мы должны увидеть, что рынок очень сильно и резко ушел наверх. Чего не происходит. Мы видим, вот у нас попытка быков сопротивляться. Попытка быков идти наверх. Она ни к чему не приводит. У нас образуется шпилька, а рынок бац, еще раз вниз, соответственно, пошел. Я вам больше скажу, если вы наложите сюда профиль объема, скорее всего, у кого есть возможность, посмотрите это. Скорее всего, у вас вот здесь, вот в этом диапазоне, будет сконцентрирован объем у вот этой свечи, у вот этой свечи и вот этой свечи. Кто-то прям сверху инструмент проливает. Об этом говорят объемы, об этом говорят в целом, соответственно, свечи. Поэтому здесь у нас есть инициативная продажа. При прочих равных инструмент все-таки пойдет вниз. Но, еще раз повторюсь, хотите снизить риск, используйте те сценарии, про которые я только что сказал. Биток все-таки ожидали некоторое движение вверх. Оно не произошло, мы немножко скатились до нижней границы. Ясно то, что мы сейчас видим, что рынок дошел до нижней границы. Вот у нас нижняя граница. Здесь можно на 4-х часах немножко поспекулировать и попытаться купить данный инструмент до верхней границы. То есть, примерно где-то до уровня 11900, 11950, то есть, примерно до сюда. Мы можем использовать данный диапазон для того, чтобы немножечко сейчас заработать снизу. Видим, что инструмент уже, уже, так сказать, потихоньку стал взлетать и уже сделал небольшую такую ступеньку. Поэтому здесь есть все шансы дальнейшего движения вверх. Давайте я сейчас еще открою. Открываем 4 часа. Смотрим на 4-х часах, что у нас, соответственно, происходит. Видим, что объемы сконцентрированы в нижней границе. То, о чем я говорил буквально минуту назад. Что у нас здесь флетовая область. И, соответственно, в флетовой области мы и ожидаем это увидеть, что объем у нас в нижней границе. Видим, что у нас есть попытка пролить рынок вниз. Она происходит на резких объемах вот здесь. И эти объемы сконцентрированы тоже внизу. Видим, что вторая попытка пролить рынок вниз, ни к чему не приводящая. Опять у нас сформируется здесь, соответственно, объем. Здесь сейчас попахивает разворотом, дамы и господа. Но разворотом таким локальным до уровня 11900. 11950. То есть примерно вот сюда. Сюда ждем разворот до вот этих ближайших крупных объемов. 11800, 11900. То есть вот здесь. Здесь уже смотрите сами по обстоятельствам. Увидите, что рынок разворачивается. Что делать во флете, я думаю, вы прекрасно понимаете. И вот эту вот болтанку во флете мы торгуем, пока у нас такая ситуация, собственно говоря, неопределенности есть. В случае пробоя одной из границ, ждем, соответственно, отката к этой границе. Да, ну вот так вот. Ждем отката и встаем в сторону дальнейшего, собственно говоря, движения. В сторону пробоя. Здесь флэт. Эфира. У нас здесь был прогноз. Был прогноз на движение вверх. Этот прогноз у нас осуществился. Осуществился не в полном объеме, конечно, но тем не менее. Здесь так же, как и по битку. Та же самая ситуация, колени. То же самое. Но здесь, понимаете, эфир в последнее время, он немножко, так сказать, опережает что ли биткоин, да. Здесь та же самая история. Флетовая область, но мы уже дошли до верхней границы. Поэтому пока еще ничего не делайте по эфиру. Подождите, что будет делать рынок. Как только биток начнет разворачиваться от флэта, от верха флэта, эфир, скорее всего, тоже начнет разворачиваться. Вам главное вот здесь немножко пошортить. Но только до низа. Только до низа. Учтите, что и биток, и эфир, они рванут. Они рванут достаточно сильно. Но я не могу сказать, когда. Вот, блин, вот знать бы, когда бы они рванут. То, что они рванут, это 100%. Вопрос, когда? Когда они рванут? Потому что сейчас ситуация немного обостряется. Сами понимаете, мы уже сегодня с вами на 20-й минуте, кто только пришел. Мы уже говорили с вами о том, что ситуация в мире все усугубляется. И по этой причине у нас большая вероятность, соответственно, краха фондовых рынков и так далее. И в случае, если подобное произойдет, что будет с эфиром, что будет с биткоином? Мама дорогая. Инструменты, как взлетят, вам мало ни всем не покажется. Мало никому не покажется. Поверьте, примерно то же самое, что и по золоту. Примерно то же самое, что и по золоту. Понимаете? Традиционно золото выступает в качестве консервативного инструмента. И, конечно же, золото реагирует на все те ожидания, которые присутствуют у инвесторов. Понятно, что золото будет расти. Об этом я говорил, например, на прошлой неделе. Вот, собственно говоря, бумажка, так сказать, с прогнозом. Вот. Золото. Движение вверх. Это очевидно, понимаете. Здесь не нужно быть всем пядей во лбу, чтобы в этом разбираться и чтобы понять, что золото будет и дальше расти. Потому что это все обусловлено не только техническим анализом, но и в первую очередь, конечно же, фундаментальными факторами. Фундаментальные факторы в первую очередь связаны именно с тем, что люди хотят сохранять свои бабки. В этом, я думаю, кто-то из вас не найдется, наверное, ни одного человека, который скажет, что они глупостью занимаются. Все мы хотим сохранить свои капиталы. Золото традиционно воспринимается как способом для сохранения своих капиталов. И, естественно, люди скупают это золото. Начинается это все с того, что люди скупают, во-первых, золотые активы, как таковые. Кончается это тем, что в Британии, в Британии стали скупать золотые монетки, понимаете. И очереди, пару месяцев назад были огромные очереди за этими золотыми монетками, на которых спред, мама дорогая. Зайдите сейчас на сайт, например, Сбербанка, посмотрите золотые монетки, почем они стоят, почем покупка и почем продажа. А теперь прикиньте, сколько вам лет нужно подождать, пока будет расти золото, чтобы окупить хотя бы спред. В Британии та же самая ситуация, но люди, тем не менее, покупают. И покупают они не просто так. Люди хотят сохранить свои капиталы. И это абсолютно нормальное, законно, так сказать, право. Так-то оно так. Действительно, золото является пузырь. Но говорить о крахе еще, мне кажется, преждевременно, поскольку золото еще раз, напоминаю, оно выступает в качестве такого консервативного инструмента, который пытается сохранить капитал. Мы видим, что инструмент сейчас у нас уже стал вырастать. Он сформировал, опять-таки, мы возвращаемся к той пресловутой ступеньке, про которую я говорил. Ее еще в САА анализе называют как бычья поддержка. Но это не совсем правильный анализ. То есть рынок выстрелил, немножко откатил, и он, соответственно, его немножко продержали здесь. У нас попытка продавцов пойти вниз. Во-первых, попытка продавцов, мало того, чтобы пойти вниз. Это здесь еще мы находились, соответственно, новости. Я уже не помню точно, что у нас выходило. Простите, старика, вот вылетело из головы. Я не помню, что здесь у нас точно происходило. Я помню однозначно, что здесь у нас, соответственно, на вот этом движении вниз, мы что ожидали увидеть? Мы ожидали увидеть, что продавцы у нас будут очень сильные. И если продавцы у нас очень сильные, соответственно, мы предполагали, что вот этот флет, вот эта вот нижняя граница, та самая пресловутая середина, о которой я только что говорил, она будет выкуплена, и инструмент бабац резко свалится вниз. Вот это мы, собственно говоря, ожидали, ну люди ожидали, да и трейдеры ожидали. Тем не менее, я все равно давал прогноз о том, что рынок будет вырастать, потому что я знал, что этот инструмент его будут удерживать, удерживать всеми силами. Поскольку каждое движение вниз воспринимается сейчас инвесторами как возможность подешевле купить данный инструмент, вот в чем дело. И безусловно, так оно и будет дальше продолжаться. Мы видим, что инструмент вот здесь был воспринят инвесторами как дешевый, и люди стали его скупать. На фоне чего у нас и возрос, соответственно, спрос. И пошло дальнейшее движение. Какое здесь можно дать прогноз? Ну, конечно же, дальнейшее движение вверх, но после отката можно присматривать его, и после отката можно прикупить данный инструмент. Но имейте в виду, что у золота сейчас очень возросла волатильность. Видите, что рынок начинает пилить. Он начинает пилить здесь на дневках. Поэтому, если вас запилить здесь, я не виноват. Имейте в виду, что золото всегда исторически являлось достаточно высокорисковой для торговли внутри дня, для позиционной торговли. Поэтому имейте это в виду, когда будете это торговать. Используйте километровые стопы, и тогда, возможно, вас, соответственно, бог милует. Зайти здесь коротким стопом у вас на следующей неделе явно не получится. Но вот от диапазона 19.52 можно рассматривать, конечно, покупки. Но еще раз говорю, имейте в виду о повышенной волатильности, потому что вас может выбить, соответственно, по стопам. А так, по золоту у нас, соответственно, бычий прогноз.